День на Думской День на Думской Какого рода и почему дети должны прийти в музей? Ведь зачастую дети не особенно любят подобного рода мероприятия. Чем будете удивлять? Мы хотим детям открыть музей и показать, что это не просто какое-то скучное место, где надо ходить тихонько, на цыпочках, очень сильно. И ничего не трогать. И слушать даты, да. На эти 10 дней музей полностью преобразится. И мы надеемся, что это даст детям доступ к сокровищам мирового искусства. Потому что, во-первых, в рамках проекта открывается проект «Картина». А что это за проект? Это очень интересный проект, там, где картины известных живописцев 17-20 веков воплощали, образы эти воплощали дети. Например, будет «Девушка же с имчузной» Сергой. Очень известная картина, я думаю, что... Оживший образ. Будет оживший образ. И девочка будет, сама придет. И это фоторабота, которую создавала Инна Гузенко вместе со своим проектом. Они создавали фотографы, визажисты, декораторы. Они несколько месяцев... Круто, а «Девочка с персиками» мне она очень нравится. «Девочка с персиками», я посмотрю, будет ли такая работа. Всего 30 работ будет на выставке. Выставка будет работать все 10 дней. А в другие дни мы будем танцевать. У нас будут лаборатории импровизации. Мы будем танцевать и рисовать о картинах, о скульптурах. К нам в музей придут настоящие римляны в Тогах. Они будут говорить о том, какие же у них были проблемы, на чем они готовили кушать, зачем они занимались этим искусством, что они с этого имели. Кроме того, мы готовим такое погружение в принцессное. То есть, особенно порадуются мамы девочек. У нас будет, во-первых, бал. Настоящий детский бал образца 19 века. В какие игры играли, как танцевали. Во-вторых, у нас будет очень интересная история игрушек. И история старинных игрушек. О них расскажет Елена Филиппова. Это известный коллекционер. У нее более 100 раритетных игрушек. И она принесет, покажет раритетных немецких кукол. Чудесных, которыми играли действительно многие династии. На какой все-таки это возраст рассчитан? Это называется на разный возраст. То есть, разные мастер-классы на разный возраст. Тише. Мастер-классы у нас уже можно увидеть... Позвольте, пожалуйста. Мастер-классы можно увидеть полное расписание на сайте музея. Кроме того, на разный возраст. Например, лаборатория импровизации. Это там, где танец будет с 5 до 8 лет. Это один день. А на следующий день будет с 10 до 12. Для самых старших мы предлагаем делать букеты шифрограммы из цветов. Все знают, что приходили на баллы с бутоньерками. Почему они приходили на баллы с бутоньерками? Потому что каждый цветок что-то означал. И таким образом можно было подсказать кавалеру. У меня сегодня хорошие расположения. Да, можно, спасибо, знакомиться. Извините. Серьезно? Конечно. И флорист, профессиональный флорист Наталья Диночка будет детям рассказывать секреты цветов. И вместе с детьми соберет настоящую флористическую композицию, которая будет что-то означать. Оксана, я вас очень прошу, пожалуйста, скажите, какой цветок нужно, чтобы был в петлице, чтобы никто не подходил? Я в плохом настроении. Я думаю, что надо прийти на наш мастер-класс 9 июня к Наталье Диночке задачу. Мне вот прямо сейчас надо. Оксана, тебе и так никто не подходит, не переживай все. И так страшно, что ты в плохом настроении. Как возникла идея провести подобного рода фестиваль? Почему вообще решили показать детям музей? Я сама мама, и моей девочке в этом году будет 5 лет. И я занимаюсь, очень люблю культуру, постоянно ходила с ней с рождения по выставкам, по фестивалям. И когда я своему ребенку говорю, мы пойдем на выставку, она кричит «Ура!». А когда я говорю детям своих, я говорю своим подругам и их детям, давайте пойдем вместе с вами на выставку, они такие «Не, ну давай как-то в следующий раз». И мне захотелось сделать так, чтобы музей стал интересным. В Берлине, в Стокгольме, во всех европейских столицах мира, в музеях, в каждом музее, в классическом музее, есть детские программы. Чем мы хуже? Я думаю, что как раз сейчас отличный шанс для того, чтобы начинать новое, приглашать детей в музей. Я надеюсь, что это очень понравится, это станет традицией, а не просто один раз инициативой. И действительно, дети будут в большем количестве ходить в музеи, потому что там сейчас есть что посмотреть. Особенно в музее западного и восточного искусства. Как музейные работники восприняли вашу идею? Потому что вот даже из моих школьных экскурсий, это очень строгие люди, которые не разрешают действительно разговаривать, близко подходить к картинам. Это же музей, это уже тише. Всего руками не трогать, тишина должна быть. Не бегайте по паркету. Вы знаете, вот именно в музее западного и восточного искусства я встретила такой очень теплый прием. Мне было это очень приятно. Когда я пришла с этой идеей, я думала, боже, скажет, девочка, иди отсюда, короче, вместе со своей девочкой. Музей такого не надо. Многие раз в этот день покрывали лаком пол, и поэтому идея зашла. Ну, на самом деле, лаком пол не покрывали. Мы это обсуждали в течение месяца. Для ногти. Мы это обсуждали в течение месяца. И на самом деле, сначала мы обсуждали выставку, а потом это стало нарастать как большой снежный ком. И музейщики сами включились в проект. Они придумали квест-экскурсии. То есть, квест-экскурсии будут вести работники музея, которые будут... Там Татьяна, да, вот этим процессом заправляют, если они путают? Екатерина. Екатерина, простите. Екатерина Михейцева, да, будет руководить со стороны музея этим процессом. И она мне пообещала, что работники музея будут в специальных тематических костюмах. Например, будут такие экскурсии, как «Тайны Востока». Дети будут открывать квесты или «Античный мир богов». Вы знаете, что «Античный зал» открыли. Там столько всего интересного можно рассказывать на этих скульптурах. Я уже сама очень хочу туда пойти, послушать и привезти своего ребёнка. Потому что это будет очень классно. Повествование будет соответственно возрасту детей? Да, естественно, все программы будут адаптированы. Кроме того, будет несколько специальных экскурсий для детей из особых категорий. Это дети с инвалидностью. То есть для них, естественно, программа будет адаптирована под их способности. А также это дети, которые вынуждены переселиться из зоны АТО. То есть понятно, что там... А искусство — это такая штука, которая помогает многое пережить. Вот. И поэтому программы специальные... И даже арт-терапия специальная. Да, арт-терапия, чтобы дети не чувствовали себя одиноко, чтобы они чувствовали себя вместе с искусством, приобщались и получили море удовольствия, радости. И, я надеюсь, захотели ещё раз прийти в музей, попросили маму. Мам, приведи в музей. Десять дней. Десять дней. Двадцать пять мероприятий. Нашлось вообще количество людей, готовых участвовать в этом. Двадцать пять мастер-классов, да, вы сказали? Мастер-классы, баллы и экскурсии. Это всё вместе. Где нашли единомышленников? Вы знаете, это оказалось относительно просто, потому что это же мамское... Ну, как мамское, собственно... Прочистое людей, которые ведут мастер-классы, сами мамы и папы. То есть, они творческие люди, которые сами сталкиваются часто с тем, что ребёнка хочется как-то отвлечь и развлечь, не только рядом со своей работой, но и прийти, показать что-нибудь ещё новое, интересное. Они с радостью откликались. Например, Виктория Хорошилова из проекта «Плот». Они известны по музею современного искусства. Там ставили несколько импровизационных, театральных постановок. Она сразу с радостью откликнулась. Она так спросила, так, скажи мне, какой возраст? Я сейчас что-то придумала. Она сказала, боже, это будет так классно. Они будут танцевать, глядя на картину, переживать визуальный образ в танце. А потом воспроизводить, создавать из этого что-то своё, новое. То есть, настолько глубокое погружение в искусство, которое должно привести к какой-то трансформации, к более открытому. Мне кажется, нужны революционные какие-то курсы для детей, чтобы они смогли вернуться в наш серый мир. Я надеюсь, что такого не понадобится, потому что наш мир достаточно яркий. И благодаря Зелёному театру, и Хабу, и Художественный музей, кстати, открывает выставку граффити. Я думаю, сразу потом сходить с ребёнком после открытия на выставку граффити. Я хотела ещё сказать, чтобы, например, Ксюша Стоянова будет вести мастер-класс, который поможет родителям вместе с детьми взаимодействовать через творчество. Потому что многие родители не знают, как решить с ребёнком сложную-сложную проблему. А через творчество это можно сделать относительно легко и минимально болезненно для всех сторон. То есть нарисовать и на основании этого обсудить, решить. Творчество – это огромная штука, которая поможет в материнстве точно и в родительстве. Лично вам, как маме, какое мероприятие нравится больше всего? Вот ваш топ-тройка. Мой топ-тройка. Сейчас отвечу даже. Ну, конечно же, про открытие я не буду говорить, потому что это торжественно, это большой праздник. А вот то, куда я точно поведу своего ребёнка, это лаборатория импровизации, картина, которая вдохновляет от Виктории Хорошиловой, но будет 2-3 июня. Кроме того, для детей… Подожди, я не вижу это. Второе, третье? Второе, третье. Как вы говорите сейчас, называется? Лаборатория, танц-класс-импровизация, она называется. Танц-класс-импровизация, не лаборатория, я сочу слово, лаборатория в музее. Она же не поместилась. Поэтому пришлось писать танц-класс. Им нужна арт-терапия. Ну, ничего страшного, пусть приходит, там можно приходить с детьми. Танц-класс действительно, пустой гривень. Родители тоже будут терапевтировать в этом вопросе. Кстати, в стоимость посещения входит? Можно я закрою? А, извините, только ты. Потом, для детей постарше, я бы очень посоветовала коллажирование с Олей Яровой. Она из обрывков газет создает портреты котов. Это просто потрясающе. То есть можно прочитать, что написано на кусочке этого журнала. И при этом, когда вы вот так вот посмотрите, это реально котик живой, который смотрит со своим выражением лица. Для своего ребенка, я, конечно же, отмечу, это целый день будет занятие, лекция по поводу старинных игрушек, как играли, и создание бального ордена. То есть кроме бутоньерок люди ходили с бальными орденами. Теперь у нас есть броши или какие-то браслеты. А раньше у людей были бальные ордена. Ну и третье, пожалуй, мероприятие, которое, я вот точно пойду, это мастер-класс Ксюши Стояновой о том, как взаимодействовать с ребенку и родителем вместе, совместное творчество, потому что должно быть очень классно. То есть это и для взрослых будет, и для детей. То есть вместе ребенок должен быть с родителями. Это зависит от возраста. То есть дети, которым, конечно же, 4, 5 и 6 лет, и младше 4 лет, они лучше всего, чтобы они были с родителем, потому что на мастер-классе будет до 10-12 человек. У нас очень маленькие закрытые группы, чтобы художник-мастер мог прекрасно работать, взаимодействовать с каждым участником этой маленькой группы, и каждый участник что-то из этого вынес. И, кроме того, родителю же тоже интересно. То есть посмотреть, это же метод. Если ребенок смотрит на картину, он танцует, выражает это в танце, это вот с таким же успехом можно сказать, дорогой мой ребенок, а давай мы эту проблему обсудим в танце. Это намного лучше, чем кидаться тарелками, топы друг на друга ногами и так далее. И это метод, который будет работать всегда, то есть ему можно научиться. Я надеюсь, что Виктория нас хорошо этому научит. Вы говорили про стоимость мастер-классов, да? Действительно, к сожалению, бесплатно мы это не смогли сделать, потому что не смогли найти спонсоров, которые просто готовы прийти и дать на это деньги. Но благодаря Канскоралам, которые предоставили нам какую-то часть материалов, а также благодаря Антошке, которая предоставит материалы для зоны свободного творчества, мы смогли снизить эту стоимость до минимального. То есть, например, мастер-класс создания воздушной рыбки, там достаточно дорогие эти материалы, этот мастер-класс стоит не меньше 200 гривен, если он проводится где-то на другой территории. Нам удалось договориться и с мастерами, и договориться... Дает, что больше 100 гривен нет. Есть один-единственный мастер-класс, Artwood нам, Artwood предложил, потому что у них супер-дерево, супер-материал, он 250. Все остальные мастер-классы от 50 до 100 гривен, что, я считаю, достаточно посильный такой вклад в развитие своего ребенка. Действительно, деньги здесь вполне, скажем так, адекватные, по-одесски вменяемые. Проект не коммерческий совершенно. Эти деньги идут на те материалы, которые мы не смогли достать, которые придется покупать, и на оплату работы мастера. Но, естественно, музей, потому что он же принимает нас, и ему нужно развиваться. Безусловно. Могу сказать, что 10 дней с 1 по 10 июня каждый день может быть насыщен очень сильно. Есть ли у вас групповые посещения, и насколько они вообще нужны этому проекту? На самом деле сейчас афиша в свободном доступе. То есть к нам уже обращались несколько руководителей летних школьных лагерей, что мы отвечали так. Смотрите, у нас 10-12 человек в группе. Если вы приходите и заранее бронируете, и выкупаете этот мастер-класс, значит, вы на него попадаете. Поэтому мы всем предлагаем. Это делается все в первый раз. Это не на поток. Это пробно. Поэтому это достаточно компактная группа. Если вы хотите куда-то прийти заранее, то стоит заранее об этом позаботиться. Почему музей западного и восточного искусства? Я просто обожаю этот музей. Вы знаете, что это дворец базы. И музей очень много делает для того, чтобы популяризовать собственно самого себя и творчество среди одесситов. Вы знаете, что они делали балы. Вы знаете, что недавно у них открылся ночь музея. Все музеи делали, но... Но так как они делали, никто не делал. Я с вами совершенно согласна. И как музей Блеченова сделал, тоже так никто не сделал. Но дело в том, что музей постоянно ведет программу, он взаимодействует с разными аудиториями. Например, театр, ушей у них есть, проходит постоянно. Какие-то другие интересные события. Недавно они открыли, относительно недавно, они открыли античный зал. Я вижу, что это люди, которые открыты, и которые хотят меняться, и хотят, чтобы музей действительно, музей был для людей. Потому что как же в нашем постсоветском периоде музея, значит, для музея. Значит, чтобы там хранились все вот эти сокровища мирового искусства, никто на них, не дай бог, не дыхнул. Ну и школьные экскурсии силой. Да, и школьные экскурсии, но только так, чтобы ты близко к картине не подходи, и вообще не смотри, и вообще молчи, зачем ты сюда пришел. И вопросы задавать нельзя. Да, а тут, кстати, в музее, когда я приходила, приводила свою двухлетнюю девочку, и, например, мы зашли в зал Востока, там сидела совершенно потрясающая дама в возрасте, которая просто с настолько отзывчивостью отвечала на все вопросы, которые задавал ребенок, который спрашивал, мама, почему там глаконтик нанесован, да? И она подходила, и очень мягко она объясняла, что это за изделие, почему на нем дракончик, что символизировал, собственно, этот дракончик, для какой касты это предназначалось и так далее. То есть настолько приятные люди. Ну, интерактив, на самом деле, вот с картинами и с искусством, это очень важная штука. Действительно, многие уходят от искусства в сторону, потому что не могут понять эти образы. Очень многое зависит от специалистов, может быть, от гида, который способен объяснить это и увлечь. Правда ведь? Ну, я с вами тут немножечко не соглашусь, потому что вы, скорее всего, говорите о более современном искусстве. Музей Западного и Восточного... Мне не все понятно, кстати. Да, сейчас вот идут же эти баталии, что там художественный музей сейчас пытается больше современного искусства определить. Но в Музее Западного и Восточного искусства, там, если можно сказать, каноническое искусство, то есть там скульптурные группы, копии с Парфенона. То есть чтобы как-то... Они достаточно доступны для понимания, потому что они создавались для того, чтобы быть доступными для понимания. Поэтому, да, с одной стороны, музей немножечко сложный, у каждой картины есть своя история, но эта история вовлекает человека, помогает пережить что-то и заново испытать. Вот, например, в этом проекте картины, когда дети перевоплощались в образы, им рассказывали историю картины, им рассказывали историю персонажа, если это могли найти. И нужно было видеть... Я, например, видела девочку, которая вот такая смешная, вся с двумя хвостиками, ее причесали, рассказали историю, что фотографируют ее как инфанту Испании, и девочка сразу приосанилась. Хотя откуда там это возьмется в пять лет, да? И она сразу приосанилась, стала так строить глазки. То есть дети, они очень легко включаются в эту игру. Они вообще воспринимают, что весь мир — это игра. И когда ты им предлагаешь какую-то новую игру, они такие, «Ой, классно, давай включимся, давай поиграем». И это очень большой плюс этого музея, что он это открывает и это делает. Я считаю, что идея гениальная. Давайте еще раз напомним, где можно приобрести билеты, когда все это будет проходить. Сам фестиваль «Дети в музее» будет проходить в Музее Западного и Восточного Искусства с 1 по 10 июня. 1 июня вход свободный, открытие в 16.00 будет выставка, концерт, подарки. Я надеюсь, что будет небольшой фуршет, мы побалуем сладеньким, потому что кто же не любит сладенькое. Затем со 2 по 10 будет ряд мастер-классов. Все билеты сейчас можно приобрести только в кассе музея, но можно уже приходить заранее, выбирать себе мастер-классы, приобретать билеты. Количество ограничено. Количество ограничено, да. А 6 июня — это среда, все картины спят, и скульптуры тоже у музея выходной в среду. Ну что ж, мы желаем успехов в проекту. Я искренне верю, что действительно дети больше станут ходить в музей благодаря вот таким вот интересным мероприятиям. Спасибо. Спасибо вам, Оксана Маслова, автор идеи и со-куратор фестиваля «Дети в музее» была нашим гостем. Уходим на короткую рекламу, после вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова